Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! И сегодня, как и в начале каждого месяца, я надеюсь, у нас с вами будут фавориты. И это те самые видео, в которых я вам рассказываю о тех или иных вещах, которые мне понравились за весь прошедший месяц. И сегодня у нас с вами будут фавориты марта. Уже марта, представляете, да? Уже апрель. Так, я в шоке, я в шоке. Так, ну и по традиции, давайте начнем с одежды. И я вам хочу показать вот такую вот юбку. Я ее купила в Pull&Bear, вот сюда, куда я прикреплю фотографию. Я давно хотела юбку такого плана, потому что она очень красиво смотрится на ногах. Вот почему я купила именно эту, потому что мне безумно нравится этот цвет. Я не знаю, не уверена, как он называется. Такой зеленоватый цвет, такого хаки. Я в последнее время он очень актуальный. Поэтому у меня еще есть вот такие вот штаны, такого же цвета практически. Я не знаю, я стала какая-то фанатка этого зеленого цвета, но это очень странно для меня. Потому что я любитель вообще таких розовых оттенков, белых, голубых, как бы нежных таких. И вдруг такой зеленый цвет для меня, это просто что-то, оу, что-то нечто. И я очень рада этому, что мне начало нравиться такое разнообразие. Идем дальше. Я вам хочу показать вот такую вот кепку. И кепки, кстати, сейчас вообще очень популярны, очень модны. И это круто, потому что вы можете найти вот такую вот кепку не только в магазинах, но и у себя в шкафу. Потому что это начало 2000-х годов, и я уверена, что кепки есть практически у всех. И модны тоже практически все кепки. Поэтому да, именно эту я взяла у дедушки. Ну, она обычная, черно-кожаная. И, кстати, подобную я видела в H&M. И стоила она около кассика. Поэтому я подумала, ну, отдавать за кепку кассика, когда у меня такая же есть в шкафу. Камон. Нет, не буду. Вот, поэтому да, я взяла вот эту кепку. И, кстати, в ней я даже ходила уже на несколько мероприятий в своем городе. Но об этом я чуть позже вам расскажу. И из одежды это вроде бы все, что я хотела показать, если не ошибаюсь. Да, вроде все. И в следующем я вам покажу что-то более-менее из пьюти мира. Таких вещей у меня вообще очень мало, но они есть в моих видео. Почему-то, не знаю, почему это странно. Ну, в общем, да, это вот такой вот крем из Зары. И если вы подписаны на мой инстаграм, подписывайтесь, кстати. Если вы еще не подписаны, я выкладываю уже фотографии вместе с ним. Он красиво сможет на раскладочках. Да-да, инстаграмеры меня сейчас поймут. Именно на раскладочках, да, вот это красиво. В лес стоит красиво, радуют глаза. И это крем для рук и тела из Зары Хоум. И вы не представляете, как приятно ему пахнет. Ну, увлажняет он, как и все увлажняющие крема руки. Но запах у него просто крутой. Вот если вы заходили в Зары Хоум магазин, то вы поняли, о чем я говорю. Потому что этот запах не спутать не из чая. Вторая вещь из бьюти мира, это вот такая вот тушь. Написано, что она от Шанель, но я сейчас не уверена, настоящая это Шанель или нет. Потому что, не знаю, мне ее подарили. Не знаю, но мне очень нравится вот эта вот кисточка. Вот этот вот изгиб, то, что она не ровная, а с изгибом, она очень хорошо удлиняет ресницы. Что я очень сильно люблю в туши. Потому что мои ресницы ужасно маленькие. И вот для удлинения как раз-таки вот такая вот скошенная кисточка очень подходит. Да, эта тушь мне тоже очень сильно понравилась. Я ее пользуюсь практически каждый день. И следующее я вам покажу, наверное, еду. Что же еще я могу показывать, кроме как еды. Но, на самом деле, в этот раз у меня очень мало какой-то еды, которую я хотела бы выделить и показать вам. Но она есть, и я покажу вам вот такую вот штуку. Называется она пантомет. Я не уверена, что это такое, но на вкус это мед. На самом деле, я его каждый день ложку добавляю в чай. И вообще, я теперь стала пить чай только с медом. Потому что я пытаюсь отказаться от сахара, но пить чай без сахара для меня это пытка. Особенно обычной черной. Вот, поэтому я добавляю ложку меда. И тем самым, когда ограничиваю себя в сахаре, я отказываюсь от чистого вида сахара именно. Поэтому, да, если вы хотите отказаться от сахара, то просто добавляйте в чай мед. Так, дальше я хочу рассказать вам о подкастах. И если вы не знаете, что это, то это такая штука, которая есть в вашем телефоне. Если у вас iOS-устройство, то наверняка она у вас есть на первых страничках, в каких-то ненужных таких приложениях. А если нет, то послите обязательно в App Store. Называется это подкасты. Раньше я вообще не понимала, что такое подкасты. Думаю, что за ненужная фигня в моем iOS-устройстве. Но недавно я поняла, что это очень-очень крутая штука. Потому что это как радио, что ли. То есть это как радио плюс аудиокниги. Я люблю перед сном особенно включать и слушать. Или же заменять, например, какую-то музыку, слушать какие-то подкасты. Обязательно, обязательно посмотрите хоть один подкаст. Ой, точнее, послушайте хоть один подкаст. Потому что я уверена, что вы найдете что-то для себя. И сейчас я вам назову несколько своих, которые я слушаю, которые мне очень понравились. И первое это шоу Кирилла Скоболева. И он у разных людей, у разных личностей, у своих друзей, блогеров брал интервью. О том, как они стали популярными или вообще их жизни. В общем, это очень интересно. И если вы знаете таких блогеров, как Маша Новосад, как Лера Любарская, как Даша Центнер, то обязательно послушайте его подкаст. Следующий подкаст называется «Берись и делай». И у него есть несколько таких рубрик, то есть, например, «Бизнес через Инстаграм», «Как контент влияет на результат», «О кризисе», «Что вы не знали о продажах», «Бизнес нуля». То есть, да, он рассказывает о таких штуках, связанных с бизнесом, с продвижением, с самореализацией. В общем, да, если вам это нравится, то тоже обязательно посмотрите. Я вам не буду сейчас о каждом все рассказывать, просто сейчас назову список. Вы обязательно выберите какой-то для себя и послушайте хоть один. Я уверена, что вам понравится. Так, мужчина по руководству, найди себя, искусство жить, бредятинная история брендов. Кстати, вот «Бредятинная история брендов» это такое тоже шоу, как подкасты. И они рассказывают про каждый бренд, как он создавался, из чего он создавался, как он продвигается, ну и так далее. Такие, например, как Инстаграм, Убер, Рибок, не знаю, как заработать миллион, ну и так далее. «Бредятинная история брендов». Вот, ну и, собственно, скорее всего, все. Ну, вообще, существует огромное множество этих подкастов, поэтому просто полазите по этому сайту. И, кстати, да, он есть не только на iOS-устройствах, он вроде бы есть также, точнее, они и подкасты, и есть также и на Android-устройствах. Да, просто посмотрите в этом своем маркете телефоном. Именно эти приложения подкасты, я уверена, что они есть на всех устройствах. Из мероприятий в этом месяце это был Long Fashion Weekend у нас в городе в Челябинске. И, ну, как в этом месяце, это было в 1 апреля, но я решила отнести это к предыдущему месяцу. Это было очень крутое мероприятие, я на нем была как блогер уже четвертый раз, надеюсь, не последнее. Я вам прикреплю сюда несколько фотографий с этого показа. В общем, да, это было очень крутое мероприятие, не скажу, что прям супер-вау-шик, но это было круто. И больше всего я была рада встретиться с своими друзьями, знакомыми, потому что если бы не такие мероприятия, то мы бы навряд ли вообще бы встретились. Не знаю почему. Все те, с кем я познакомилась на этом мероприятии, с кем я увиделась, вы все очень крутые и это вам. И влог с этого мероприятия я вам обязательно выложу, покажу, скорее всего, даже уже завтра или послезавтра. В общем, да, ждите, я надеюсь, он вам понравится. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, смотрите фотографии с этого мероприятия. И на этом все. А, чуть не забыла про музыку. Опять я вам сейчас прикреплю музыку, которая мне нравилась в предыдущем месяце. Температура, как жарко, макапулько между нами, т-т-т-т-теперь ночь с тобой, это значит, что мы не будем спать. И в общем, да, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всех целую. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok